В эфире итоговая информационная программа в эти праздничные выходные, посвященные любимому городу. Мы расскажем о том, как Рязань готовилась к своему дню рождения, а также о наиболее ярких событиях. Смотрите в этом выпуске. Три дня Рязань будет отмечать свой 921 день рождения. В это воскресенье состоится открытие конкурса «Авиадартс-2016». В Рязани открыли выставку, посвященную легендарному руководителю города Надежде Чумаковой. В области стартовала уборочная кампания зерновых, и вкладчики закрывшегося Ринвестбанка теперь могут подавать заявления на выплаты. Три дня Рязань будет отмечать свой 921 день рождения. Гости областного центра и его жители смогут посетить более трех десятков мероприятий, которые пройдут в разных районах города и придутся на вкус тем, кто любит музыку, танцы, спорт, народную культуру и, конечно же, зрелище. О программе праздника подробнее в следующем материале. Подготовка к празднованию Дня города в самом разгаре, несмотря на то, что первые торжества уже начались. В эту пятницу в 18.00 на Почтовой проходит фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2016». Традиционная пятница на Почтовой обрела великий повод. В субботу в 8.00 состоится традиционный молебен во славу Рязани у Успенского собора. В тот же день в 10.00 пройдет церемония возложения гирлянды воинской славы к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах. В 11.00 на стадионе ЦСКА пройдет военно-спортивный праздник Рязань-столица ВДВ. Ну а в 21.00 будет организован опен-эйр от Радиомир, там же, на площадке перед ЦСКА. 31.00 с 11.00 до 3.00 часов дня в Центральном парке культуры и отдыха впервые состоится ярмарочное гуляние Рязанской подворья, которое пройдет в рамках празднования Дня города. Культурно-развлекательной и ярмарочной программой будет охвачена вся территория парка. Будут работать обжорные ряды. Во время ярмарочного гуляния рязанцы и гости города смогут познакомиться с народными промыслами Рязанской области и других регионов России. Подготовлена разнообразная интерактивная программа муниципальных районов области. Ну и завершатся праздничные для Рязани рязанцев дни, ставшим уже традиционным праздничным концертом на площади Победы. Начало в 19.00. Завершатся гуляния фейерверком. Как сообщает сайт администрации Рязани, в связи с концертом будет временно перекрыто движение транспорта от пересечения Первомайского проспекта с улицей Вокзальной до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского с 19.00 до 23.00. Движение городского пассажирского транспорта будет изменено. Подробности ищите на сайте администрации и рязанских интернет-порталах. Не стоит забывать, что 31.00. состоится открытие соревнований «Авиадартс» в 10 часов на аэродроме Дягилева. Церемония будет красивой и воодушевляющей. Всем желающим советуем не пропустить. В эти праздничные выходные состоится и открытие международного конкурса «Авиадартс-2016». Церемония пройдет на аэродроме в Дягилеве в воскресенье 31.00. В Рязань уже прибыли участники соревнований из Казахстана, Китая и Белоруссии. Оксана Тебенихина на этой неделе побывала на итоговой тренировке российской команды и иностранных летчиков. Более 30 самолетов участников соревнований «Авиадартс-2016» стройным рядом стоят в ожидании заветного дня. Полностью готовые к эксплуатации, заправленные и снаряженные. Проходят последние проверки техническим составом. Сегодня свои боевые навыки отрабатывает российская команда. Подготовка идет, предполетная подготовка самолета. Заправляется азот, кислород, воздухом заправляем, топливом, всеми средствами, маслами, которые необходимы для заправки данного воздушного судна. Происходит предполетная подготовка в полном объеме. Далее придут пилоты, примут воздушное судно и пойдут на вылет. Су-34, пришедший на смену легендарному 24-му, в 2014 году впервые покажет себя широкой публике. Оснащенные практической авиабомбой П-50Т российские истребители-бомбардировщики отправились с аэродрома Дягилева на полигон Дубровича, чтобы отточить навыки стрельбы по мишени. Данная бомба кидается, чтобы обозначить место поражения, ну как, обозначить точку падения. Но она не используется для поражения вражеских сил. Именно такой вид вооружения будет использоваться на авиадарце. На аэродроме Дягилева выстроились машины всех команд из России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Гости соревнований рады вновь вернуться в Рязань, ведь соревноваться с достойными соперниками бесспорно интересно. Тем более, что подготовка к авиадарце 2016 шла в течение всего года. Для Казахстана большая честь выступать в этих армейских играх. Уже мы второй год здесь, уже второй раз приехали, уже более стали тесно, дружно общаться с коллективом. Нам очень приятно участвовать в таком мероприятии. Самолеты с Казахстана прибыли, как вы видите, Су-25 штурмовая авиация, МИГ-29 и Су-27. Три типа самолета участвуют в этом году соревнования. Мощь и неукротимая сила эмоций в момент взлета истребителя переполняют не только пилота, но и неподготовленного зрителя. Кстати, открытие игр, где каждый желающий сможет убедиться в этом, пройдет здесь же в Дягилево 31 июля и продлится до 9 августа. Недаром Алексей Фатьянов написал те самые легендарные слова, ставшие гимном всех пилотов российской авиации. Первым делом самолеты, ведь вряд ли что-то сможет захватить дух героя точно так же, как необъятное небо и сверхзвуковые скорости. Оксана Тебенихина, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». А первым подарком городу стало открытие выставки, посвященной его легендарному руководителю. Сегодня имя Надежды Чумаковой стало нарицательным. Этот человек является примером преданности своему делу и служения родному городу, развитию которого она посвятила свою жизнь. Теперь рязанцы смогут взглянуть на редкие вещи и документы легендарного мэра. Официальные документы из рязанских архивов, фотографии и личные вещи – все это можно увидеть в холле библиотеки. Воспоминаниям о легендарной городоначальнице праздничные дни открылись не случайно. По сей день Надежду Николаевну называют самым эффективным в истории города мэром и подчеркнул значимость ее вклада в развитие Рязани нынешний глава города. И приезжая сейчас по городу, весь город именно пронизан ее любовью к нашему любимому городу. И мы с вами должны быть теми последователями, которые сделают наш город еще лучше и еще краше. Потому что она своим трудом, ни жалей ни сил, ни времени отдавала полностью всю себя нашему любимому городу. Чумакова внесла неоценимый вклад в решение многих социально-экономических проблем, в реализацию программ развития Рязани и районов области, в становлении Рязани как крупного промышленного и культурного центра. За почти 20 лет работы Чумаковой на посту председателя горосполкома введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, более 250 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Построены десятки школ, несколько больниц, центральный спортивный комплекс, здание Рязанского областного театра, кукол, цирк, автовокзал, почтамп на улице Почтовой, музыкальное училище, кинотеатры АК, Москва, Октябрь и многие другие объекты социального и культурного назначения. Главным достижением Чумаковой по сей день считают мост через АКУ. То, что мы работали рядом с этой великой женщиной, вы знаете, это не приукрашение, она действительно великая женщина. Вот сейчас, спустя, когда ее нет, мы все убеждаемся, я эти разговоры слышу даже в троллейбусах, эх, нет на вас надежды Николайны Чумаковой, когда вот видят люди грязь и так далее. Помимо экспозиции, которая теперь будет постоянно действовать в холле библиотеки, рядом со зданием библиотеки появился новый арт-объект – литературная скамья. Библиотечное пространство тоже обновлено к празднику, и все это стало одним из череды подарков городу на 921 день рождения. Мы сегодня радуемся, радуемся открытия экспозиции, радуемся людям, которые откликнулись на наш призыв о помощи для того, чтобы эта экспозиция состоялась. Мы благодарны Игорю Ивановичу Кирееву и его группе художников, которые смогли услышать нас и сделали экспозицию, которая будет всегда интересна. Будь то дети, будь то взрослые люди, потому что экспозиции нам помогали родственники. Огромное спасибо родственникам Надежды Николайны Чумаковой, которые поделились с нами личными вещами. Празднование Дня города только начинается, но и выставка, и скамья будут напоминать о любви жителей к родному городу постоянно. В Рязанской области стартовала уборочная кампания зерновых. Традиционные работы начали с южных районов. Погода позволяет вывести технику в поля, и прогноз на урожай уже сделан. Рекордов не ждут, но планку поставили высокую. Агрария зависит от природы. Май и июнь, например, дождями не баловали. Сейчас погода подходящая для уборки, но завтра все может измениться. В Рязанском районе, в селе Якимовка, идет работа по уборке озимой пшеницы. Аграрии говорят, что пока погода благоприятствует. Техника с полей не уйдет даже ночью. Погодные условия очень мешают. Мы уже собирались выйти полторы недели назад в поле, но дождик каждый день. Вот, слава богу, второй день нет дождя. Пока еще про урожай сказать сложно, потому что оно все еще в поле. Будем довольны, когда все уберем. А так урожай, в принципе, наглядно должен быть лучше, чем в прошлом году. Уже за первые дни уборочной урожайность больше 40 тонн с гектара. И это только одно фермерское хозяйство этого района. На полях работают с раннего утра и до поздней ночи. Убирают, закладывают семенной фонд о зимах и проверяют качество продукта. Руководитель фермерского хозяйства Владимир Пашенков говорит, что вчера делали пробный выезд. Проверили все портативным влагомером. Затем проверили в контрольной семенной лаборатории. По технологии определения влажности показало 12,5. Кадров там, конечно, не хватает. В свое время люди ушли в город и тяжело они оттуда возвращаются. Те люди, которые попробовали два выходных и нормированный рабочий день, в сельскохозяйстве идут тяжело. Но сейчас кризис, работы в городе нет, поэтому люди идут с города к нам. Всего в хозяйстве урожай соберут с почти 4 тысячи гектаров. И это не только озимые. Они открывают уборочную. Уже со дня на день перейдут на уборку гороха, чтобы стручок не успел растрескаться. С августа начнут собирать яровые. Ну а закрывать летний сезон будет кукуруза. К новостям города. Утром в четверг у входа в Рязанское отделение банка «Уралсиб» выстраивались очереди. Вкладчики закрывшегося реинвестбанка теперь могут подавать заявление на выплаты. Сайт агентства по страхованию вкладов сообщает, что всего выплатят порядка 5 миллиардов рублей. За возмещением средств могут обратиться порядка 8,5 тысяч клиентов закрывшегося банка. Банками-агентами выступят также Россельхозбанк и Хантамансийский банк «Открытие». Режим чрезвычайной ситуации из африканской чумы свиней в регионе отменен. Соответствующее распоряжение губернатора Олега Ховалева было опубликовано на сайте областного правительства. Сейчас ситуация в состоянии повседневной деятельности. Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек вируса свиней был введен в регионе 10 июня. Вспышки вируса тогда были зафиксированы в нескольких районах области. На данный момент заболевание зафиксировали на территории охотничьего хозяйства в Клифяковском районе. Там установлен 30-дневный карантин. Коммунальщики на этой неделе устраняли крупную аварию, которая произошла на улице Пушкина. Там из лопнувшей трубы хлынул фонтан кипятка. Струя воды достигла высоты третьего этажа и в нескольких квартирах выбило стекла в окнах. Из-за аварии горячую воду отключили в 59 жилых домах, двух школах и двух детских садах. Сон жильцов этой квартиры сегодня оказался по-настоящему кошмарным. Когда в 3 часа ночи в окна стало бить мощными ударами. Первое, что подумала Татьяна, началась война. Я встала, посмотрела, в общем, долбили, как будто кирпичи мне в окна долбили. И не было ничего видно, окна были просто все белые, как молоком залиты. Кирпичи, которые стучали по окнам, оказались кусками асфальта, который выбрасывал фонтан кипятка, бивший из-под земли. Ночью здесь можно было бы снимать фильм ужасов. На утро все оказалось довольно просто. На этой улице прорвало трубопровод. Правда, напор оказался настолько мощным, что он выбил окна в нескольких квартирах. И долбили вот эти, ну асфальт он отрывался и бил, вот видите, по стеклам. Стекла практически все изуродованы. До 6 утра Татьяна с сыном выгребали воду. Проблема усложнялась тем, что соседей этажом выше дома не было. И они оказались под напором воды как с окон, так и с потолка. Вот, все. Здесь насквозь все пройдет. Остальные жильцы дома равнодушными к беде не оказались. Пришли на помощь и выносили мебель вместе с ними из затопленной квартиры. Здесь у нас, когда начало все сыпаться, стекла уже остались. Мы ушли просто. Здесь долбил, мы начали, и потекло. Через какое-то время потекло все с потолка. В общем, мы здесь были как под дождем. У нас текло все из потолка. На полу было просто чуть ниже колен воды. Сейчас на месте аварии работают эксперты из городских служб. Подачу воды в районе на время остановили. Когда ее дадут, пока неизвестно. Причина прорыва трубы уже установлена. В ходе излива воды было повреждено несколько квартир близлежащего дома. По этим квартирам сегодня работает комиссия с экспертной организацией. Оценивают ущерб. Предприятие будет этот ущерб в досудебном порядке оплачивать. Дальше мы будем проводить работы. В течение суток эти работы будут закончены. Теплооснабжение, горячее водоснабжение восстановлено. С последующим переводом этого участка в капитальный ремонт. Момент происшествия попал на видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, что напор воды из трубы действительно очень силен. Окажись в опасной близости кто-то из горожан, трагедия было бы не избежать. У одного из домов на улице Бирюзова около месяца назад образовался котлован. Кто его вырыл, местные жители не смогли разобраться, но яма благодаря дождям упорно продолжает расти и наполняться мусором. Горожане аккуратно препятствия обходят, но как скоро ждать первых инцидентов – лишь вопрос времени. Некоторые жители дома номер 19, корпус 1 на улице Бирюзова находятся в непонимании. Говорят, что ограждения вокруг ямы уже задевали автомобили, конструкции падали на дно. Машины вовремя успевали останавливаться. Многие переживают, что недалек тот день, когда в этом провальном месте окажется человек. Поскольку освещения на данном объекте, по словам местных жителей, отсутствуют. Ни машины, ни люди порой не замечают эту яму в темное время суток. С тех пор, как эта яма появилась посреди двора, она уже начала разрушаться. В нее падает земля, куски, бордюра. Но в этом есть и плюсы. Теперь, если случайно человек провалится в нее, ему будет проще выбраться именно по этому мусору, чем по крутой стене. Других жильцов этого дома беспокоит то, что яма портит внешний антураж двора. Ведь совсем недавно пространство вокруг дома было приведено в порядок. Но жители не успевают почувствовать себя комфортно. Яма нам мешает, потому что нам вокруг дома сделали все эти дорожки, положили асфальт. Собственно, все благоустроили. И вот нам ее опять разрыли. Ну, наверное, как бы сказали, что будут менять опять в очередной раз какие-то трубы. Но они у нас уже по ходу, наверное, тут золотые, потому что сколько раз они их лепят. И, насколько я вот видела, все равно кладут гнилые какие-то. То есть каждый раз вот нам закладывают асфальт, заделывают, все тут заравнивают, опять ее вырывают, эту яму. А яму как часто роют у вас тут? Ну, регулярно. Каждый год, наверное. В отличие от этого мнения, другие люди говорят, что подобного рода яма появилась перед домом впервые. И у ее появления есть причина. В конце июня в этом доме была отключена горячая вода. 29 июня, когда нам отключили воду, и, по-моему, на следующий день они пришли, тут начали вскрывать. Вскрыли все, потом вот проложили новые трубы. И 13 числа они нам воду дали, как обещано было. Даже если рабочие вернули горячую воду в дом, они как будто бы забыли закопать эту яму. По словам жильцов, ни один из представителей какой-либо организации, занимающийся ремонтом труб, коммуникаций, не появляется здесь больше недели. Сами жители дома не знают, куда обратиться за решением вопроса, только передают пожелания о том, чтобы были приняты меры для ликвидации этой ямы. Погода в июле установилась по-настоящему летняя, поэтому рязанцы с удовольствием проводят время на городских пляжах. Здесь безопасно и вода отвечает нормам. О том, какие места отдыха пользуются популярностью, как они работают и почему рязанцы стесняются убирать за собой мусор в следующем материале. Понедельник совсем не обязательно должен быть трудным, особенно когда лето, жара и отпуск. Городские пляжи тому в подтверждение. Сегодня здесь многолюдно, шумно и по-летнему атмосферно. В этом году впервые все три барковских карьера – официальные места купания. И так на первом припарковаться можно без труда. Через несколько метров оказываемся уже на пляже. Сразу что бросается в глаза – это окурки в песке, несмотря на то, что вдоль всего пляжа установлены урны. Сами отдыхающие довольны, признают, что чистота зависит от них самих. Это все зависит больше от нас. Сами мы здесь мусорим. Приезжаем, мы здесь частенько бываем, а порой после выходных сами мы не привыкли. Мы не культурные. Везде ветки валяются, но вы же сами видите. Ну, я сказала бы, что среднее состояние. Какое оценку? Ну, я думаю, что на три. Там утром ходит какой-то молодой человек, он убирает. Ну, потом в конце, конечно, уже тут грязноват. Бычки, сигареты, пачки пустые. Ну, грязноват. От кого это зависит? От нас. На втором Барковском карьере также на мачтах развиваются флаги. Их цвет зависит от температуры воды и рассказывает посетителям, насколько комфортно купаться. Это нововведение нынешнего лета. Здесь тоже есть медпункты, бесплатная вода, на вышке дежурят спасатели. И снова такие же окурки по всему берегу. Так что, если бы мы еще не сорели, вообще бы красота была. В этом году первый раз здесь. Ну, окурков много, конечно, валяется. Ну, что же поделать. Мусор, мусор ездят. А так, ничего, вода чистая. Очень чистый пляж. Вода также очень чистая по сравнению с другими водоемами. Тем же карьером, который находится чуть дальше. Очень понравилось. От Варковки до пляжа ведут дорожки. На выходе есть где помыть ноги и лавки, чтобы переобуться. Информация о кабинке, урны по всему пляжу. Нормально. Урны поставили дополнительно. Мусор меньше стал. Лавочки. Ну, хорошо, я считаю. Я думаю, нормально. Ну, побольше мусорников. А так все хорошо. На Ореховом озере отдыхающих тоже много. Из отличия здесь установлен детский городок. Загорающий рассказывает, что еще недавно берег и заход были неудобными и глинистыми. Но после статьи популярной городской газете все исправили. И теперь белый песок радует не только глаз, но и пятки отдыхающих. Единственное, что хорошо, это они покосили траву. А, значит, после заметки, вот песочек привезли, вот они его вот аж вот туда засыпали, хоть выходить. Теперь из этой самой, из воды хорошо. Дело в том, что, во-первых, и песок привезли вот недавно, песок чистый. Вот сюда хорошо отдыхаетесь, когда погода хорошая. Вот. Вода тоже отличная. Особенно приятно слышать довольные отзывы гостей города. Их можно найти на каждом из пляжей, и они рады делиться впечатлениями. Из Ухты. Ухты, это далеко. Сколько ехал? В две сутки с половиной. Нравится, что тут так тепло. И озеро такое. Теплое? Да. А чисто, грязно? Грязно и чисто. Ну, вам здесь очень нравится. Вы вообще гости города. Мы приехали к вам из Карелии, из Петрозаводска. Вот, и как выясняется, это лучший выбор. Здесь купались мои родители, моя бабушка. Мы приехали, и это прекрасно. И мы можем сравнивать с прошлыми годами. Прекрасный желтый флаг. Спасатели всегда на месте. Очень такие позитивные ребята. Чисто, аккуратно. Этой ужасной музыки нет. Есть медики. Я сама медик. Сам с Владиславом приехал. Ну, нормально, в принципе. Чисто. И я смотрю, и дети купаются, как бы. И самому в воду не жалко залезть. Нормально. Мне понравилось. Подъезд понравился. Да. Очень, очень, очень. Вообще очень переобразилось. То есть, я попал в 93-м году здесь первый раз. И вот я сравниваю 93-й год. И сейчас это день и ночь. После экскурсии вывод можно сделать только один. Берега Рязанских пляжей готовы принимать рязанцев для отдыха. Но готовы ли горожане не превращать свои солнечные ванны в одну сплошную курилку? Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. От правосудия нарушителям уголовного законодательства уйти не удается. В понедельник в стране отмечали день сотрудника органов следствия. Преступники становятся все хитрее, но профессионалы им не уступают. С каждым днем статистика расследования преступления растет благодаря людям этой нелегкой профессии. Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета России – оперативное и качественное расследование уголовных дел, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина. Сегодня, в праздничный день, лучший повод наградить сотрудников, стоящих на страже закона. Следственный комитет и следственное управление – это достаточно молодой орган, но вырос он из следствия, которая организационно входила и в советское, и в более позднее время в прокуратуру Российской Федерации. Поэтому традиции, они как бы передаются, они сохраняются. А по возрасту, я вот как уже ветеран следственных органов, смотрю на эти молодые лица и вижу, что в принципе они просветленные, вдохновленные. И у меня, как у ветерана, естественно, укрепляется надежда, что со следственными органами, со следователями молодыми у нас все в порядке. Начавшаяся еще в середине прошлого века дискуссия ученых-правоведов о необходимости создания единого органа предварительного следствия, неоднократно озвученное в наши дни, получила закономерное продолжение в результате установления единого праздника для всех следователей. Предложенный Следственным комитетом России проект Постановление правительства Российской Федерации получил поддержку в Министерстве внутренних дел России, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Служба этих людей не видна, но очень важна. Ежедневный труд следователей, сбор доказательств, сопоставление фактов, кипы бумаг и вещдоков, допросы – все это остается за пределами публичного освещения. Как правило, о преступниках и преступлениях мы узнаем после заседания суда. Между тем, именно работа следователей – кропотливая, интеллектуальная – гарант того, что ни один злодей не останется безнаказанным. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете также увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и поздравляем вас с днем рождения любимого города. КОНЕЦ